Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Рада всех приветствовать в этот понедельник. Мы продолжаем цикл передач с дистанционными гостями, расширяем границы нашей программы. И сегодня я рада представить основательницу загородного отеля «Джаст Вуд» Ольгу Баранову. Добрый вечер, Ольга. Да, здравствуйте. И бренд-шеф ресторана «Шелест» Антона Крупенина. Добрый вечер, Антон. Здравствуйте, добрый вечер. Антон, чуть-чуть громче, плохо вас слышим. Добрый вечер. Добрый, отлично, вот так лучше. Обсуждаем мы сегодня все стадии реновации гостиницы в Тульской области, развития экотуризма в эпоху пандемии, создания авторской кухни вдали от города. Я предлагаю сначала нашим участникам, которые сегодня у нас по телемосту, представиться, чуть-чуть рассказать о себе и как пришли, собственно, к этой гостинице. Ольга, Антон, кто первый начнет? Давайте, наверное, я начну. Давайте. Как я пришла к тому, что решила заняться ребрендингом отеля. То, что я сейчас занимаюсь управлением отеля, это дело случая. Я никогда не думала, что это так интересно. Я буду получать удовольствие именно от этого бизнеса. Место, в котором находится отель, удивительное, тихое, очень красивое. Есть несколько причин, почему я занялась ребрендингом отеля, а не стала управлять именно тем, той концепцией, которая, скажем, была до моего прихода. Шесть причин. Первая причина — это абсолютно творческая работа, создать удобное и красивое пространство, потому что я люблю творческие задачи. Причина номер два — создать атмосферу, в которой гости очень комфортно и хочется возвращаться снова и снова. Я люблю, когда люди наполняются положительными эмоциями. Также причина три — хотелось создать комьюнити близких по духу людей, которым очень нравится между собой общаться. И я люблю общаться с глубокими интересными людьми. Так, что у нас со связью? Причина номер три, Ольга, да, у вас связь. Я так понимаю, пропала, сейчас слышим, да, видим вас. Да, отлично, все есть. Дальше причина номер пять — я люблю заниматься маркетингом, и мне нравится создавать новые полезные бренды. И последняя причина шесть — я люблю заниматься ресторанным бизнесом, потому что я люблю, когда люди получают удовольствие от вкусной и красивой еды. В общем-то, все. Слышно? Да, 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 Ольга, хорошо вас слышно. Хотела у вас спросить, чем занимались до этого, да? То есть вы абсолютно сейчас четко описали нам эти пункты, да, почему захотелось заняться именно ребрендингом, насколько тесно вы связаны, в принципе, с гостиничным, ресторанным бизнесом, вот так, по жизни. В какой момент это вас привело именно к Шелесту и Джастфуд? Смотрите, я занимаюсь ресторанным бизнесом 2007 года, и сейчас являюсь партнером достаточно крупного ресторанного холдинга, который занимается фастфудами в хабах, в авиахабах. Да, 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 да. Я совершенно случайно начала заниматься отельным бизнесом. С 1 февраля 2020 года предложили поучаствовать в этом проекте, и я согласилась, потому что решила попробовать себя в новом статусе. Поэтому ресторанный бизнес – это 13 лет опыта, отельный бизнес – менее года. Но я не вижу на самом деле проблем. Так, 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 у нас что-то опять со связью в интернете. Алло, алло. Алло, алло. Сейчас хорошо? Хорошо слышно? Да, но прерывается, к сожалению, вот почему-то что-то какие-то, я так понимаю, там неполадки есть. Не слышали последний. Я сейчас вас слышу. Да, мы вас тоже слышим. Ну а на контрасте, Ольга, как спокойнее в гостиничный бизнес? Потому что ресторанный бизнес – это вечный стресс, суета, многозадачность. Как оцениваете, вот, проработав год в этом сегменте? Ну это тоже самое, гостиничный бизнес. В гостиничный бизнес входит ресторанный бизнес, поэтому это намного сложнее. Это две суеты, две многозадачности и в ресторане, и в гостиничном бизнесе. Поэтому, скажем, для меня это сложнее. Сложнее? Ага. Ну вот сколько людей столько мили. Потому что это более, да, сложнее. Хорошо, Ольга, спасибо вам большое за ваш рассказ и предисловие. Сейчас вот передадим слово Антону. Антон, расскажите о вашей карьере, да, как вы пришли, собственно, к Шелесту, что было до этого, где работали, и как оставили ресторан отдельно стоящий, да, и приехали в гостиницу. В Машки работал, ну, начинал сначала с практики. В 14 лет сначала пришел в итальянский ресторан. Через год пошел учиться на повара. Потом понял, что учиться скучно, хочу работать. Работал сначала в пизных ресторанах, потом ушел в ресторан кубинской кухни. Потом продолжил работать в итальянских, европейских ресторанах, с авторской кухни. Работал с морепродуктами. Работал, ну, с торгической кухней, но недолго. Как в Москве. В Москве как-то ставишь меню, и все, пропадает. Как-то становится немного скучно. В заведом отеле больше свободы творчества. А почему все пропадает и скучно? Антон, почему вот такое мнение сложилось? Ну, не пропадает, это может быть немножко неправильно, но на устаканенном меню работать год-два скучно. А менять или что-то корректировать не все учредители и управляющие дают сразу. А какие-то сезонные новинки, это же все равно меняют в любом случае. Последний ресторан, в котором я работал, сезонные новинки опровергал. Все, то есть это чисто была политика партии, да, нельзя? Да, это политика партии, была нельзя, ни в коем случае, никак, ни за что, и никак. Ну, то есть вы человек абсолютно творческий, так же, как вот Ольга первый пункт, да, называла, что творчество, творчество, еще раз творчество, значит, вы нашли друг друга в этом плане профессиональном. Алло, алло, слышно? Да, 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 конечно. Интереснее работать с другими концепциями. В Москве все меньше, ну, сложнее получить разрешение на открытый огонь, на печень, на мангалы. Здесь все в свободном доступе. Копчение, печки, мангалы, там. Да, 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 все есть, все используется. Ну, про кухню, да, и методы приготовления мы поговорим еще до, точнее, после. А давайте сейчас обсудим, что было, собственно, на месте Just Wood до прихода Ольги и Антона. Что это было? Какая была концепция у гостиницы год назад? На этом месте был загородный парк-отель «Золотой сетр». Совершенно простая, плоская концепция семейного отеля с простой европейской кухней. Не хочу оценивать управленческие навыки предыдущего владельца, но я поменяла процессы команду на 90%. Поэтому сейчас все по-новому. Полностью. От стен до, соответственно, всей команды, да? Как вы можете сейчас вспомнить, да, все вот эти этапы перевоплощения происходили? То есть что было сложно, что запомнилось больше всего, что больше всего сил забрало наоборот? Вот если сейчас оглянуться на год назад, когда вы вступили на путь перевоплощения? Знаете, обновление происходит и сейчас, прямо в процессе. То есть мы не стоим на месте, потому что мы решили для себя, что реновация будет проходить два этапа, чтобы не доставлять недобства гостей. И интерьер тоже будет потихонечку обновляться. Сейчас мы закончили интерьер первого домика. И он сделан в интересном стиле, модном сейчас, эко-боха. Это светлые тона с использованием мебели из массива дерева. Ведь не просто так, мы выбрали название Just Wood. Также у нас появилась новая локация, которая называется Just Fult. Это пространство на 20-30 человек. Пространство-трансформер, которое может использоваться не только как место для проведения семенных праздников, камерных свадей, небольших корпоративов, но и для просмотра кинофильмов, пения караоке, а также проведения мастер-класса. Также у нас в ближайшее время появится банный комплекс с купелями и в планах установка первого блендингового шатра, комфортного для проживания. В планах в январе планируем открыть свою винотеку Just Wine и планируем собрать интересную коллекцию вина, которая порадует всех, кто ценит хорошее вино. Дальше перемены произошли с рестораном, который расположен в основном корпусе. Во-первых, ресторан получил новое название «Шелест». Во-вторых, в нём обновился интерьер. И главная изюминка ресторана — большой дровяной камин, красивый изумрудного цвета. И что ещё интересно, в ресторане большие панорамные окна, через которые видно природу нашего загородного отеля. Отель расположен в заповедной зоне. А также гости могут выйти на террасу с красивым видом. Поэтому у нас всё в движении. И сейчас, и было, и в будущем. А что сложнее всего далось на этом пути? Сложнее всего обновить команду и процессы. Потому что для меня самое важное — это люди. Так как локация расположена не близко от города, это загородный отель, не все хотят приезжать, сталкиваясь с тем, что необходимо тратить достаточно много времени на дорогу и жить на месте, в общежитии, вдалеке от семьи. Поэтому вот об этом сложно. Найти команду Dream Team своей мечты. Но, мне кажется, я с этим справилась. Нет, ну если предприятие работает, конечно, справились. Конечно, справились. А как вообще обстоят дела на рынке труда сейчас, в эпоху пандемии, в России, в Тульской области? Потому что, ну, в любом случае сейчас, ну, по крайней мере, на контрасте, если мы будем сегодня сравнивать Латвию и Россию, здесь сейчас люди сами уже публикуют объявления, мы ищем работу, нам необходимо там трудоустроиться. Да, хотя раньше, до пандемии, здесь, я не перестану это повторять для нашей аудитории, всегда выбирал работник. Вот здесь поработаю, там поработаю, убегу. Да, вот сейчас в условии пандемии, насколько люди все равно, так скажем, избалованы, вот как соискатели? Ну, на мой взгляд, они стали и не избалованы, потому что сейчас очень много поваров на рынке труда, поэтому найти персонал проще. Ну, значит, есть тоже плюсы. А с другой стороны, Тульская область, очень специфический регион, здесь люди не настолько заточены на сервис и на такую усиленную работу активную, более расслаблены, скажем так, чем в Москве. Я могу сравнивать, потому что в Москве у меня тоже ресторанный бизнес есть, опыт, и все познается в сравнении. Здесь тяжелее найти, скажем так, трудоспособного, качественного, качественный персонал, который понимает, что сервис – это самое важное в ресторанном бизнесе и в отельном тоже, что надо улыбаться, что надо быть позитивным и решать проблемы гостя, а не ходить с кислым лицом и быть таким… Ну, клиентоориентированным, да. Да, клиентоориентированность – это очень важно. Раз мы подняли точнее эту тему, как вы нашли Антона? Или Антон нашел вас? Вы помните этот момент? Я нашла Антона. Я как-то недавно прочитала такое изречение, что очень важно в жизни иметь три «С». Своё дело, свои вещи и своих людей. Да. Мне повезло с шефом, он именно мой человек в плане профессионализма, глубины и творчества. Нашла его совершенно случайно через группу «Лучшие повара России». Это группа в Телеграм-канале. Он откликнулся на моё объявление, о поиске шефа Полера в новый гастрономический проект, который, как я полагала, должен был стать местом гастрономического протяжения. Мы списались, он прислал своё резюме и, соответственно, приехал на стажировку. И остался. Так, а слово «Антон». Ну, как Антон, помнят этот момент, когда увидели объявление в группе? Всегда интересно услышать две стороны. Второй месяц работал на металлообрабатывающем заводе. Ого! И когда начали размещаться какие-то вакансии, я начал откликаться на то, что меня интересовало. И мне предложили гастрономический проект. Ну, написано было, я такой думаю, почему нет. Тула – это не так далеко. Ни Магадан, ни минус 400. Ну да, к счастью. В шахте работать не надо. Ну а что привлекло? Сам проект? Я решил написать, написал. Списались. Потом я после пятничной смены сел в поезд и приехал. Вот уже седьмой месяц. Не уезжаю. А что привлекло так сильно, Антон? Почему именно этот проект? Я услышала вас, когда вы представлялись, рассказывали о своем опыте, карьере, что в Москве просто не совсем сошлись какие-то творческие амбиции с учредителями. А почему именно этот проект? Чем он вас так зацепил? Ну, здесь могу готовить я. Минимальные корректировки по меню, все они адекватные, все обсуждается. Я здесь – это я. Я художник, я так вижу и творю. Что мне готовить, как мне готовить, что продается, что не продается. И что будет выгодно, что не будет. И можно полностью готовить, пробовать, экспериментировать с гостями. Нравится, не нравится. Обратная связь с залом. Да пока все получается, можно сказать. Как долго вы потратили времени, как много, точнее, вы потратили времени на то, чтобы сделать меню? Да, вот насколько это было тоже тяжело в условиях еще и непонятки с тем, что в мире происходит сейчас? На первое меню, ну, такое тестовое, я потратил где-то месяц, потому что, ну, новые поставщики, новые, надо было заключать договора, контракты, смотреть, кто что возит. На меню, которое мы запустили сейчас полноценное. Ну, чтобы придумать его в голове, мне потребовалось где-то полторы недели. Потом мы где-то за неделю его проработали, отработали и запустили, наверное, тоже за, ну, где-то за месяц, наверное, в сумме все. Ну, достаточно быстро, достаточно быстро. Ольга, сразу получалось попасть в яблочко Антона, когда он проработки вам давал на дегустации. Нет, 10% мне лично не нравилось, но я каждый раз говорила о том, что я — это субъективное мнение. Самое главное — должен голосовать гость. Да. Но мы с Антоном сразу решили, что у нас не будет Цезаря с курицей, потому что это, ну, достаточно плоско. Даже несмотря на то, что мы в Тульской области и все хотят Цезарь. И мне очень нравится, что Антон, я прошу, например, отдаю какую-то задачу, потому что у нас уже один раз был шеф-тейбл, приезжали, скажем, гастрообозреватели. Он на самом деле за 2 часа обдумывания приходит рабочий классный сет-меню, и мы потом его на одном дыхании отрабатываем. И всем очень нравится, и все в восторге. Вот будет у нас 18 декабря следующий шеф-тейбл. Поэтому здорово, что он очень творческий и быстрый. Ну, видите, мне кажется, ваши рабочие отношения, они выстроились вот именно на доверии, да, потому что если вот и сейчас я как человек с третьей стороны слушаю, Антон искал, да, место, где ему будут доверять, где он сможет взять в свои руки инициативу и буквально как на холсте действительно рисовать эти кулинарные произведения искусства. А вдохновением что является? Природа вокруг, люди, которые приезжают, как вам кажется обоим? Антон, что скажешь? Я скажу, я много путешествовал. Ну и природа тоже. Я просто беру продукты, думаю, что я бы хотел с ними сделать. Поскольку у меня вкус достаточно специфический, я убираю половину ингредиентов, которые я бы добавил, и добавляю, может быть, что-то нетривиальное. Ну, не знаю, допустим, курицу со сметаной. Да. В принципе, ну-ка. Мне нравится, может быть, гостям не очень дошло. Поменяем соус, поменяем соус, есть курица. Ну, вот есть курица. Ну, тут тоже есть уступки. Я вот первый учредитель, ради которых я купил сливки в пасту. Да. Перешок за мной есть такой. 17 лет такого себе не позволял. Вот откровение настоящего из шефа. Вот такой вот у меня есть концепт. Ну, про конкретно меню, да, чем отличается концепция кухни Шелест, мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Остаемся на связи. Открытая кухня. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на ВСМС.ЛВ. ВСМС.ЛВ – эластичный заем. Нам деви рейут. ВСМС.ЛВ – эластичный заем. ВСМС.ЛВ – эластичный заем. И не смоги кликов. Закажи на ВВВ Цену Клубс.ЛВ. Оплати счет и получи заказ в пункте выдачи на улице Резекнес 3. Будь ответственным. Закупайся ответственно. ВВВ Цену Клубс.ЛВ Вы слушаете Радио Болтком. Мы вот тут начали обсуждать, да, собственную концепцию, меню, вдохновение, ведь экотуризм сейчас в период пандемии развивается, как никто другой, да, даже в Латвии могу вам рассказать, да, кто нас слушает, также за границей. Все рестораны закрыты, поэтому единственная возможность как-то подарить себе впечатление и эмоции – это уехать либо в загородный отель, либо в загородный какой-то дом, да, с спа и красивым видом на море. Поэтому я думаю, что гостиница Just Food тоже сейчас должна пользоваться большим спросом. Ну, Ольга рассказала достаточно много, что предлагает, да, гостиница, но мы хотели бы услышать еще про кухню, да. Антон, вы начали рассказывать, что любите необычные сочетания, да, где-то там экспериментируете, пробуете. На чем основывается концепция меню в Шелест, да, что входит в ваше предложение, да, и почему людям нужно ехать вот именно за тем, что вы делаете своими руками? Работать надо не будет. Алло, алло. Да, да, да. Да, слушаем вас. Концепцию мы построили вокруг локальных продуктов, вокруг рыбы, которая в Кульской области оказалась не особо популярной, но мы продолжаем. Экспериментировать. Много коптим, готовим в древной печи. Процентов сфорных меню из мяса и рыбы мы готовим в древной печи. Пицца тоже в печи. Панкетное меню, что-то готовим для салатов, запекаем овощи, в том числе хлеб обжигаем. Также используем овощи, которые растут у нас в своих теплицах, овощи, зелень. В этот сезон у нас были тыквы, огурцы, помидоры, баклажаны, перец. Пытались выращивать крест-салат, холодновато уже. Молочные продукты некоторые с фермы. Ольга Юрьевна купила нам очень много меда с соседней пасеки. Делаем из него десерты, заправки для салатов. Будем еще что-то делать обязательно. Так что пока работаем с местными ингредиентами и стараемся из простого, или из сложного сделать простой, или из сложного еще сложнее. Ничего такого сверхъестественного у нас пока что нет. Но все это были в наших тейблах. Стараемся удивить. То есть у вас максимально такой же подход, как эко-туризм, так и эко-ресторан, можно сказать, если пользуетесь фермерскими продуктами. То есть знакомите своих постояльцев и посетителей с местной кухней. Не скажу, что прям эко. У меня большая любовь к сливочному маслу. Но есть блюда и для тех, кто, скажем, на диете, постится. Есть все. Ну, опять же, мы никогда не отказываем нашим гостям. Мы можем придумать для них что-то. Всегда приготовить что-то вне меню, если им очень надо. Сколько посадочных мест у вас? Сколько может вместить ваш ресторан «Шелест»? После ремонта, наверное, будет сто. Да, сто. Достаточно много. Да. Сто посадочных мест. А у нас большое пространство с большими окнами, без колонн, прямоугольной формы. И по всему периметру высокие, очень большие панорамные окна. Поэтому оно очень светлое. Очень светлое и приятно находиться в нем, потому что видно природу. Ну, в общем-то, то, зачем житель приезжает из мегаполиса к нам. Потому что у нас очень тихо, очень вкусный воздух, потому что вокруг лес, река, поля. Летом очень вкусно, интересно, разнотравьем пахнет. Ну и вообще, экологически чистое место, скажем так. Потому что оно вдали от всех городов. И что у нас интересно, у нас вокруг очень много диких зверей. В реке у нас бывают водоплавающие крысы, очень много оленей, ланей, всяких разных другой живности. В общем-то, когда я пять лет назад попала в Тульскую область, я первый раз увидела некоторых зверей, диких живьем. До этого только видела их в зоопарке. Поэтому здесь очень интересно, особенно детям. Да, такие городские, мы жители в своих городских бетонных джунглях. Уже отвыкли от того, что тут и нутрия может сидеть где-то, и леса и белка. И птицы поют, и очень красиво поют птицы, особенно весной. А потом они с 1 июля раз и замолкают, улетели. Так это интересно. Пели-пели и улетели. Тишина. А тишина тоже красивая очень. Тишина тоже, конечно. Конечно, особенно если вы жители Москвы, Питера, огромных городов, столицы, то это просто жизненно необходимо. Проводили ли вы статистику по поводу ваших постояльцев? Кто больше приезжает? С какой стороны к вам? Да, конечно, мы проводили статистику. 70% это Москва и Московская область, и 30% это Тульская область, разные города Тульской области. Но Московск, Тула, что там у нас еще, Егорьевск, ну разные-разные города Тульской области. Но 70% это москвичи, Москва и Московский регион. Как пребывание долго длится у москвичей обычно? Точно. Сколько нужно дней для москвича, чтобы такой ретрит себе устроить, поесть вкусно, погулять, природу послушать? Ну я скажу так, когда у нас была пандемия, первая волна, это были месяцы март, апрель, май, июнь, отель был закрыт. Но у нас была возможность сдавать отдельные дома, так как у нас большая очень территория, люди жили по несколько месяцев в отдельных домах, и глубина бронирования и проживания была очень длинная. Летом это в среднем неделя, сейчас достаточно коротко, потому что мы находимся в низком сезоне, это ноябрь-декабрь, самые низкие сезоны, скажем, за год. Поэтому где-то в среднем сутки двое. Бывает до пяти суток, но это максимально. То есть это такие уикенды. Провести уикенд с пользой, подышать, вкусно поесть и поехать обратно в мегаполис. Да, чуть-чуть оздоровиться на два дня. А предлагаете ли вы какие-то мероприятия на Новый год? Может быть, вы что-то приготовили с шефом для своих гостей? Ну, мы приготовили новогоднее меню, правда, в Тульской области сейчас действуют ограничения. 26 ноября, во-первых, у нас массовые мероприятия запрещены, разрешены только до 20 человек, поэтому в декабре достаточно сложно. В декабре это тот месяц, когда ресторанный бизнес, скажем, выезжает на корпоративах. У нас в этом году их нет. Да, я поэтому и решила спросить, что декабрь, как сейчас помню, в Москве это всегда самые сладкие и прибыльные. Да, да. Ну, этот год, он вообще нестандартный, поэтому в Тульской области ориентируется по ограничениям на Москву и Московскую область. У нас абсолютно все те же ограничения. Да. Что еще из ограничений? Рестораны не работают с 23 до 7 утра, поэтому новогодняя ночь у нас отсутствует. Угу. Поэтому сложно, конечно, сейчас, неприятно. Люди хотели приехать на Новый год и отдохнуть, и повеселиться, но, к сожалению, сейчас не та ситуация. Вторая волна в России, она дает о себе знать. Поэтому я думаю, что все улучшится после новогодних каникул. Будем надеяться, что вторая волна закончится, и мы будем полноценно работать как ресторан и разрешат какие-то мероприятия. Более чем 20 человек, поэтому мы мерим, что все улучшится. Да, и с изменениями, которые будут положительны для всех. Да. Я хотела еще у Антона спросить, вот проработав полгода в Тульской области, в гостинице, какие вы можете выявить плюсы-минусы по сравнению с работой в Москве, кроме того, что мы обсудили, что это творческая сейчас деятельность максимально? Здесь интереснее, сложнее. Чуть-чуть погромче, поближе, может быть, к микрофону. Сложнее. Здесь нет напряженности, что надо куда-то постоянно ехать, потому что я живу на территории отеля. Да. Ломиться, постоянно успевать, торопиться. Здесь нет. Здесь все тихо, спокойно, размеренно. У меня полносуточный доступ на кухню, что тоже не может радовать. Я могу, условно, ночью, если мне вдруг что-то надо будет, прийти и сделать. Что еще отличить? То есть, скорее всего, не вернулись бы уже в городской ресторан? Как сами чувствуете? Я думаю, что здесь лучше ресторан, чем в городе, за счет общей атмосферы, природы. И ресторан здесь, он гораздо интереснее для впечатлений, чем ресторан в городе. В ресторан в городе можно сходить каждый день, а в наши рестораны надо обязательно все направо приехать и получить удовольствие не только от еды, но и от общей атмосферы. То есть, это такой экспириенс, который ты получаешь не по щелчку пальцев, это не доставка, это нужно доехать и тогда уже сполна насладиться. Да. Как вы сами видите сейчас развитие экотуризма, хоть введены ограничения в России, в области московской, насколько пандемия потолкнула к тому, чтобы открывать какие-то бутик-отели или сдавать дома отдыха? Ну, я считаю, потолкнула, потому что, так как сейчас люди не имеют возможности поехать за границу, а те страны, которые открыты, они достаточно дорогостоящие в плане туризма. Это Афираты, это Южная Африка, это Мальдивы. Не каждый человек может позволить себе поехать в эту страну, тем более бояться. Есть страх определенный, что в чужой стране можно заразиться. По той же причине я, например, никуда не выезжаю, потому что действительно очень страшно что-то подцепить. И неизвестно, как ты будешь в чужой стране, скажем, лежать в больнице или, не знаю, там как-то лечиться. И я на самом деле вижу, что интерес к внутреннему туризму растет. Эко-туризм – это вообще новая тема, трендовая, потому что то новое поколение, которое сейчас подрастает, ну, например, у меня дочь 16-17 лет, и эти подростки, они все за переработку, за осознанное потребление. То есть это новая совершенно наша аудитория, которая точно будет ездить в такие места, пользоваться глэмпингом, хотеть жить на природе. И это за этим поколением будущее. Поэтому сейчас очень много людей, которые действительно осознанно потребляют, любят природу, ценят красоту природы, хотят дышать свежим чистым воздухом, и самое главное – иметь свободу, потому что в мегаполисе в рамках ограничений ты не свободен. Ты можешь сидеть в своей квартире, закрытой, и тебе сложно куда-то выйти, подышать свежим воздухом. В данном случае ты можешь уехать за город и там спокойно передвигаться, дышать свежим воздухом, бегать, гулять, ходить по тропам лесным. Это действительно классно. Ты отдыхаешь, набираешься сил, а дальше едешь в мегаполис работать. Поэтому я считаю, что это тренд, и тренд этот будет только расти. Однозначно будет расти. У нас тоже здесь целые уже районы открываются по всей Латвии, куда жители могут поехать всей семьей, отдохнуть, действительно зарядиться, немножко успокоить тревожность в условиях пандемии, в условиях того, что происходит вокруг сейчас в мире в целом. Давайте так, у нас остается там около 10 минут до окончания эфира. Я бы хотела, чтобы каждый из вас сейчас дал какие-то такие практические советы, поскольку у вас действительно уже там слаженная команда, вы вместе сделали ребрендинг и гостиницы, и запустили ресторан. Возможно, Антон со стороны кухни своим коллегам бы дал какие-то советы на будущее, а Ольга тогда другим ательером. Давайте с Антоном начнем. Давайте. Давайте. Посоветую всем побольше работать и работать не в плане того, что там что-то просто делать, а в плане развития. Больше читать, больше экспериментировать, отключить интернет на пару недель. У меня здесь изначально, когда настолько появилась хорошая связь, до этого ее, когда она была плохая, я отложил свои книги и начал экспериментировать с продуктами. Очень много нового интересного узнаешь из того, что сначала не получилось, в следующий раз уже делаешь лучше. Что еще посоветовать? Учиться, искать любые формы, писать, не стесняться всем шефам, спрашивать. В Телеграме достаточно каналов интересных, которые можно и нужно прочитать. Интересоваться литературой, она также есть в интернете, ее можно покупать в электронных версиях, она стоит на таких сумасшедших денег. И пробовать, если просто читать книги и ничего не делать из этих книг, то у нас что получится. Надо пробовать, пробовать, экспериментировать, все это делать. И хотя бы из каждой книги, которую можно прочитать, нужно хотя бы рецептов 10 сделать, отработать практическую базу начальную было бы неплохо всем повторить. Смотреть на то, что делают другие, пытаться сделать лучше или не лучше, но хотя бы так же. Или повторить, или сделать что-то по-своему, брать идеи, обмениваться опытом. Или приехать в ресторан «Шелест» и отведать «Чеф-тейбл» от Антона Крупенина, чтобы найти вдохновение и попробовать действительно природу, если можно так выразиться, во всех ее красках. Спасибо, Антон. Отличные советы. Надеюсь, что аудитория, которая нас слушает, возьмет на заметку все эти советы, потому что действительно полностью соглашусь. Сейчас хоть и так много ресурсов, но почему-то так мало времени на то, чтобы себя как-то развить, заполнить чем-то интересным. Ну, надеемся, что действительно ребята не будут инфантильными и последуют этим советам, потому что они действительно действенные. Ольга, Ваши советы по поводу гостиничного бизнеса, ресторанов, запуска чего-то нового, рисков, не знаю. Ну, а что я из советов могу сказать? Жизнь — это движение, и надо двигаться, не стоять на месте, потому что если ты задумал что-то делать, надо это делать. Второе — быть осознанным. То есть если ты что-то делаешь, то ты действительно думаешь то, что ты делаешь. И как раз, когда у тебя есть возможность где-то за городом быть, это как раз именно то время и то место, где можно спокойно действительно посидеть без вот этого фона, без интернета, посмотреть внутрь себя и действительно подумать, чего ты хочешь, и действительно хочешь ли ты это. И, конечно, постоянно учиться, потому что я не имела опыта, скажем так, в гостиничном бизнесе. С 1 февраля я много чего перечитала, много чего прослушала, училась у сотрудников, которые у меня стали со старой командой. И не стоит никогда стоять на месте и учиться, учиться. Но это мое личное субъективное мнение. И в этом с Антоном мы тоже сошлись. Да, мы с Антоном в этом сошлись. Я считаю, что надо учиться всегда. В общем-то все. По поводу рисков. Риски есть в любом бизнесе. Когда ты начинаешь бизнес, ты должен понимать, что ты можешь что-то потерять. То есть не всегда бизнес может быть... Скажем, когда ты пишешь бизнес-план, всегда нужно закладывать какой-то пессимистический сценарий. Потому что если ты рисуешь красивую картинку, это не значит, что это все случится. Как показал мир, есть внешние факторы, на которые ты никогда не можешь повлиять. Такие, как пандемия. Все может пойти как в положительную сторону, как с развитием внутреннего туризма, так, как в отрицательном, когда тебе по ограничениям государство закрывает бизнес, приостанавливая деятельность. Поэтому надо двигаться, надо не терять оптимизм и выживать в любых условиях. Поэтому... По поводу пессимистического сценария, мне сразу закрылся также вопрос, который я напоследок хотела бы задать. Как не потерять лояльность своих работников, своей команды? Если, например, отель или ресторан закрывается временно или работает по сокращенным часам? Как вам кажется? Проводить беседы с сотрудниками. И если ты до того, до такой ситуации завоевал уважение, скажем так, правильным отношением к сотруднику, тщательной выплатой зарплаты без задержек, уважением, отношением хорошим к сотруднику, то я думаю, что нормальный человек, нормальный сотрудник войдет в твое положение и потерпит какое-то время. Поэтому я считаю, правильное отношение к человеку, так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились, это очень важно. Если человек хороший, нормальный, с правильными ценностями, он всегда войдет в положение, поймет. Ну и плюс максимально выполнять все свои, скажем так, обязательства перед сотрудником. Выплачивать зарплату, не задерживать ее, все свои обязательства держать. По поводу социальных каких-то гарантий. Мое отношение такое. Ну что ж, я думаю, что это вполне теперь логично, почему у вас получился такой гармоничный проект совместный. У вас как раз система ценностей, у обоих в правильном направлении. Развивается, да, и то, как вы сейчас описали ситуацию с членами команды, мне это, конечно, дорогого стоит, потому что я, честно, таких слов давно очень не слышала от управляющих. Сейчас все стали настолько уже, ну, как сказать, жесткими, да, и где-то тоже это оправдано, но хорошо, что все равно вот там в Тульской области, да, в гостинице Just Food, в ресторане Шелест остается такая вера в человека. Вот я бы так это назвала. Поэтому, наверное, у вас и проект такой максимально душевный. Я слышала недавно просто, что люди говорят, самое главное – процессы, а не люди. А я считаю, что все-таки самое главное – это люди в процессах. Угу. Поэтому. Отлично. Ну, тогда, Ольга, я бы хотела, наверное, чтобы вы озвучили, как можно к вам попасть, то есть это через сайт Шелест и Just Food или через booking-систему для тех, кто захочет провести спокойные выходные в вашей компании. Да, у нас есть сайт www.justwoodhotel.ru У нас есть страничка в Инстаграм Just Food Hotel. И мы находимся тоже в booking по названию Just Food. Можете забронировать проживание. Отлично. Я думаю, что… Я думаю, что… Я думаю, что… Я думаю, что… Я думаю, что после этого эфира точно получится у кого-то поехать на такой ретрит. Дай бог. Фотографии безумно красивые. Да, друзья, посмотрите обязательно в Инстаграме, кто сейчас находится в поисках такого места на выходные, кто хочет уединиться, подышать свежим воздухом, ещё и поесть вкусно. А вас, Антон, Ольга, я благодарю от всей души за сегодняшний эфир, за то, что поделились своим сокровенно, с секретами какими-то, да. Пусть у вас только всё развивается, растёт. Только чтобы вы были непоколебимы и чтобы все эти внешние факторы вас не сломили и оставались вы такими же людьми с большой буквы. Это всегда приятно видеть от коллег. Благодарю. Спасибо большое слушателям, что вы слушали нас. Спасибо большое. Мы всегда готовы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я Валерия Иванова. До встречи в следующий понедельник. Открытая кухня. Вы слушаете Радио Болткома. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...